Здравствуйте, дорогие зрители! В адрес издательского дома «Ульяновская правда» приходит много вопросов на религиозную тематику. Чтобы ответить на них, мы начинаем цикл передач «Вопросы о религии». И на первый вопрос, для чего мы постимся, ответит председатель отдела религиозного образования и катехизации Иерей Даниил Гасников. Когда люди задают вопрос, для чего мне нужен пост, это всегда вопрос именно о сущности поста. На самом деле, ведь Богу не важно, что мы едим во время нашей жизни, Богу важны наше сердце, наша душа и наши поступки. Так для чего нужен пост современному человеку, конкретному человеку? Есть два смысла, две сущности поста. Первое – это тренировка человеческого боя, в первую очередь. Ведь мы прекрасно знаем, что не должны совершать какие-то поступки в нашей жизни, не должны осуждать, потому что не судите, не судите, не судите, не говорите в Христос. Но большинство наших разговоров, наших каких-то пересудов на работе заканчиваются, к сожалению, осуждением других людей. И мы не можем остановиться зачастую. Или, допустим, человек принимает решение, врач ему говорит, что ты слишком тучен, и для твоего здоровья нужно похудеть. И вот человек думает, да, вот с понедельника он похудет. Но рано или поздно, он все равно заканчивает тем, что покупает огромный торт и съедает. В чем дело? В чем проблема? Проблема – недостатки силы Бога. Если человек не может опуздать свое тело, то, естественно, свой дух, он, естественно, уже не сможет опуздать ни в коем случае. Поэтому пост, первое, это тренировка силового человека. То есть церковь говорит, попробуй отказаться, попробуй смирить свое тело, свой желудок, отказаться всего от нескольких продуктов. От мяса, молока, яйца, от рыбы, любви, посты. Попробуй, все остальное ты можешь есть. Не голодать даже, а отказаться от некоторых продуктов. И вот для современного человека в архе сложно отказаться вот от этих продуктов. Мы настолько привлекли комфорту, что даже малейшее неудобство в нашей жизни, в нашем питании смущает человека. И человек не может переступить через себя. И не может даже в этом тренировать свою боль. И, естественно, никаких добродетелях уже речи не идет. Потому что если человек не сможет опуздать свое тело, еще раз повторюсь, свою душу, естественно, он не сможет опуздать. То есть первая сущность поста, это тренировка силового человека. И вторая, и, наверное, самая главная сущность поста, это жертва. Наша жертва Бога. То есть всегда христиане всех веков, и в Ветхом Завете, и уже после пришествия Христа, христиане постились. Это была жертва Бога. Человеческая жертва Бога. Потому что это показывало серьезность намерений у человека. И, опять же, пост неизбежно всегда связан с милостью. Раньше христиане постились, и вот то, что у них оставалось, какие-то средства, то, что они покупали мясо, какие-то, молоко, яйца, у них всегда тратили на милость. То есть пост был неизбежно связан с делами милости. То есть человек отрывал что-то от себя и отдавал ближнему, даже выше, сфера любви. Поэтому сейчас, постясь и жертвуя нашим комфортом, ради Бога, мы не должны забывать о мерзии, которые мы должны в окружающем помочь. Сэкономить наши какие-то, может быть, средства и наши силы. Вот две сущности поста. И когда ты уже знаешь цель поста, всегда легче поститься. Редактор субтитров А.Семкин